Ну вот, значит, сегодня мы начинаем обсуждение книги Being Known Кристофера Пикока. Книга посвящена так называемой проблеме интеграции, The Integration Challenge. Ну, Being Known, такое название, первое слово being отсылает к метафизике, known отсылает к эпистемологии, в общем-то, в этом и состоит проблема интеграции, как она ее формирует. Но с самой проблемой интеграции есть одна сугубо лингвистическая проблема, как вы можете видеть на слайде, The Integration Challenge — это не совсем проблема, переводится напрямую. Это, наверное, как бы задача или вызов или еще что-то. Но у слов задача и вызов все-таки какое-то другое значение, есть другие коннотации, тащатся. Поэтому было решено остановиться на проблеме интеграции, хотя это, ну, повторюсь, такой перевод не совсем удачный, но удачнее у меня нет. Если у вас есть какие-то предложения, то хорошо. Хорошо. Что это такое вообще? Что такое проблема интеграции? Пикок отмечает, что это общая проблема для разных областей философии. То есть она возникает, ну, не совсем везде, но очень много где. Связана эта проблема с двумя вопросами. Вопрос номер один. Почему утверждение некоторой теории истины или некоторой концепции, или какой-то системы взглядов? То есть здесь Пикок достаточно широкую формулировку дает. Второй вопрос для некоторой области философии. Как мы узнаем утверждение некоторой теории? То есть вот у нас есть какая-то теория, в ней, во-первых, в соответствии с первым вопросом, некоторые утверждения истины, а во-вторых, мы каким-то образом эти истины знаем. Ну, вот, собственно говоря, нужно предоставить какой-то одновременно приемлемый способ отвечать на эти два вопроса для определенной области философии. Вот это и есть вот этот вызов интеграции, ну, или проблема интеграции. Но, как Пикок отмечает, часто у нас есть удовлетворительный способ объяснять, как мы узнаем некоторые утверждения. То есть, ну, так можно сказать, эпистемологическая сторона у нас в порядке, но при этом мы не можем объяснить, почему эти утверждения истинами или что делает их истинами. Ну, и наоборот тоже может быть. У нас может быть ясное, отчетливое, хорошее представление о том, что делает утверждение истинами, но нормального метода объяснения, как мы их узнаем, у нас нет. Судя по всему, исторически первым, кто так эксплицитно сформулировал проблему интеграции в частный случай для нее, был Пол Бен-Ацарап. Собственно говоря, как сам Пикок пишет, проблема интеграции — это обобщение. Проблема Бен-Ацарапа. Ну, соответственно, он ссылается на статью «Математическая истина», знаменитую достаточно в рамках нашего кружка, и не только, я думаю, и формулирует эту проблему следующим образом, что понятие «Математическая истина» должно соответствовать общему описанию нашего знания так, чтобы было понятно, как мы обладаем тем математическим знанием, которым мы обладаем. Ну и, соответственно, ну, так опять же, Бен-Ацарап эту проблему формулирует для теоретика множественного редукционистского реализма. Ну, Пикок обобщает это вообще для всего. То есть понятие истины для некоторой предметной области должно соответствовать общему описанию нашего знания так, чтобы было понятно, как мы обладаем знанием в этой соответствующей области. Ну так, если вернуться немного к проблеме Бен-Ацарапа, речь идет о том, что если мы принимаем классический вот этот вот теоретико-множественный реализм, то у нас вроде бы понятно, почему наше знание истинное, но не совсем понятно, откуда мы эти истины знаем. Потому что, например, если мы примем эпистемологию, в соответствии с которой наше познание является каузальным, то непонятно, как математические объекты, в данном случае множество, которые являются абстрактными, то есть находятся вне каузальных отношений, как они могут нами познаваться. Ну вот это такая одна из версий этой проблемы. Ну, соответственно, вот много для чего по версии Пикока такую проблему можно сформулировать. Для начала его общие методологические основания. То есть в целом он формулирует вот эту задачу свою так, что ему нужно придумать, как интегрировать метафизику и эпистемологию, ну, соответственно, друг с другом. Он пару слов говорит о том, что же он понимает под метафизикой. То есть метафизика – это достаточно широкое понятие. Есть там классические метафизики в истории и философии. Пикок имеет в виду достаточно конкретное что-то под этим, а конкретно некоторую правильную концепцию того, что делает истинным некоторый класс суждений. То есть, например, вот некоторые равнозначные описания для него. Редукционистское описание истины в релевантном домене или общие принципы, которым соответствует истина в конкретном классе суждений или формулировка отношений зависимости, независимости, взаимосвязи и так далее между истиной в заданном домене и чем-то еще. Например, ментальными состояниями, состояниями физического мира. Ну, тут, судя по всему, еще можно про наши действия поговорить или еще что-то. В общем, вот какие-то такие достаточно общие вещи. И сам он отмечает, что он очень близок по своему пониманию метафизики к Питеру Строссену и его дескриптивной метафизике. То есть он цитирует Строссена, что цель – описать актуальную структуру наших мыслей о мире. То есть как мы об этом мире мыслим, в каких, опять же, категориях, вот этих самых структурах, объектов или не объектов и так далее. Вот. Часть этой актуальной структуры – это имплицитно принимаемые принципы о истине в этом домене. То есть банально, откуда мы берем, что нечто является истинным, а что-то не является истинным. Ну и тогда проблема интеграции Пикоком формулируется так. Как сформулировать одновременно приемлемую дескриптивную метафизику для этого домена, некоторого взятого, и эпистемологию для утверждения об этом домене. Опять же, он еще раз повторяет, что проблема интеграции универсальна. Она может возникать вне зависимости от каких-то там конкретных метафизических казусов в рамках конкретных объектов. Для ее возникновения нужен только один принцип, одна пресуппозиция, что все, что необходимо для познания некоторого П, должно быть чем-то, что может сделать рациональным принятие всего, что вовлечено в истинность П. Вот такое достаточно туманное предложение. На самом деле, на примерах он проще объясняет, чем дает какие-то общие вот эти вот фундаментальные какие-то описания свои. Ну вот как раз несколько примеров он приводит. Конкретно три. Первый из них – необходимость. Ну, имеется в виду метафизическая необходимость, и в качестве примера такого ярчайшего, потому что, ну, различные способы существуют задавать метафизическую необходимость, ну, он вот приводит, например, метафизику Дэвида Льюиса. Конкретно модальный реализм, что мы должны относиться к возможным мирам точно так же, как мы относимся к нашей Вселенной. Ну, имеется в виду, что возможные миры, которые не актуальны мир, это примерно то же самое, что другие Вселенные. С точки зрения, тогда с точки зрения метафизики, получается, что никакой проблемы с истиной для этого домена нет. Почему истинное утверждение, что, например, у Витгенштейна мог бы быть сын? Ну, потому что в каком-то возможном мире, который еще и реально существует, как другая Вселенная, у Витгенштейна есть сын. То есть тогда нет вообще никакой проблемы вот с тем, что делает наше утверждение истинным. Конкретные положения дел, ну да, они в другой Вселенной, ну, подумаешь, проблема какая. Но проблем-то существует с точки зрения эпистемологии, потому что модальная истина является недостижимой, потому что мы не можем обладать эпистемическим доступом к другим Вселенным по определению. В рамках той же самой, например, каузальной эпистемологии. То есть как это сделать? Да никак. И вот это, на самом деле, мне кажется, Пикок не просто так с этого начинает, потому что это как раз очень яркий пример того, когда у нас есть с точки зрения метафизичности и задачи метафизики, то есть дескриптивной метафизики, как Льюис понимает, прекрасное достаточное описание, но при этом с точки зрения эпистемологии у нас полная катастрофа. То есть, ну, уж не будем говорить про то, что принимать реальное существование других возможных миров, как других Вселенных, это для здравого смысла может быть проблемой, но с другой стороны, это вот даже не обязательно здесь ссылки на здравый смысл. Дело в том, что эпистемологии у нас нет для того, чтобы совместить ее вот с такой метафизикой. Ну, соответственно, вот Пикок отмечает, что да, замечательно, прекрасно, нам нужна объективность модальной истины, спасибо вам, мистер Льюис, но не ценой ее эпистемической недостижимости. Это он делает реверанс в сторону того, что вот у нас же есть идея, что возможные миры, то есть вот в метафизическом смысле, это, например, какие-то ментальные конструкции, это абстрактные объекты, это еще что-то там вот такое, но он говорит, что тогда они не представляют объективную модальную истину, тогда они зависят от нашего там функционирования, нашего ментального и так далее, то есть так она, это полностью не решает проблему эпистемической достижимости, но еще и лишает модальную истины объективности, то есть не сильно это спасает кого-либо, то есть отказ от модального реализма нам сильно не поможет. Следующий аспект, точнее, следующая область философии, где возникает проблема интеграции, это знание о себе, ну или конкретно знание интенсионального содержания наших ментальных состояний. Соответственно, у агента есть полученное, то есть не выведенное дедуктивным образом и не полученное через наблюдение за внешним миром знание о свойствах, которыми он обладает, в данном случае о интенсиональном характере, интенсиональном содержании своих ментальных состояний, то есть он убежден, точнее даже не убежден, а знает, что у него есть какие-то интенсии. Откуда он это знает? Вроде бы кажется, чтобы такое свойство было, нужно, чтобы агент находился в определенных отношениях с внешним миром. Ну, раз это интенсиональное содержание, оно же на что-то направлено, ну вот, видимо, на внешний мир. Соответственно, метафизика у нас для такого тоже есть. У нас есть понимание объяснительной роли этих состояний, в соответствии из которых мы ожидаем, как пишет Пикок, внешние индивидуации через проявление интенсионального содержания. То есть мы можем... Это такой как бы реверанс в сторону экстерналистского объяснения интенсионального содержания наших ментальных состояний. А пропозициональные установки позволяют нам объяснять свойства действий, которые связаны с внешним миром. То есть, насколько я понимаю, я в концепциях знания о себе не самый большой специалист. У нас вот в рамках нашего заседания присутствует больше специалистов по этому поводу, но вроде как экстернализм, который Пикок здесь описывает, это как бы одно из основных представлений в рамках вот этого проблемного поля. Ну, и тут же он опять же отмечает, что универсальной эпистемологии для такой метафизики нет. Судя по всему, это связано с проблемой доступа к интенсиональному содержанию ментальных состояний извне. Но он здесь довольно туманен. Насколько я знаю, есть целая отдельная голова у него в книге про это. Возможно, там он чуть понятнее объяснит, в чем проблема. Заключается конкретно. Ну, и третья проблема, пример проблемы, которую он приводит, пример области философии, где проблема интеграции возникает, это прошлое. У нас есть проблема очевидная с тем, что истины о прошлом нам недоступны, потому что их как бы уже нет. В прошлое не попасть. Имеется в виду, они есть, но мы не можем сходить и проверить. Нельзя вернуться на 10 лет назад, да даже на 10 минут назад тоже вернуться нельзя. Стандартная метафизика с точки зрения реализма в данном случае. Ну, и понятная проблема для эпистемологии. Как наши утверждения о прошлом, считающиеся нами истинами, могут иметь своим содержанием недоступные истины. То есть недоступность истины здесь вновь понимается, как то, что у нас нет эпистемического доступа туда. То есть нужно как бы сформулировать какую-то эпистемологию для прошлого, которая, опять же, видимо, будет не классической, там, каузальной или еще какой-то. Нужно что-то другое. Вот. Пикок отмечает, что базовым возражением, основным возражением для проблемы интеграции является возражение через базовые способы знания истинное понятие. Ну, то есть идея это введу следующее. Мы вводим в рамках какой-то области, какого-то домена, некоторые понятия. Ну, например, там, в рамках необходимости, в рамках, точнее, модальных всяких исследований вводим понятие необходимости. Это автоматически, кажется, означает, что должен быть базовый набор способов знать истины, связанные с этим понятием. То есть само по себе функционирование определенного понятия предполагает некоторые условия истинности для того, что это понятие означает. И Пикок с этим не спорит. Более того, он отмечает, что основные стратегии решать проблему интеграции связаны именно с этим. Но он говорит, что да, хорошо, вы сказали, что эту проблему можно решить, но совсем другое – показать, как для каждого конкретного случая этой проблемы, как это сделать. Что конкретно должно быть предпринято для того, чтобы эту проблему снять? Что это за набор вот этих самых базовых способов? Поэтому, как он говорит, здесь просто указать на то, что создавая понятие, вы создаете условия истинности одновременно с этим – этого еще недостаточно. Более того, как говорит Пикок, из-за проблемы интеграции, из-за того, что она возникает, является популярной идеей отказа от проблемных понятий. Ну и он приводит пример с метафизической необходимостью. То есть вот у нас там только что несколько минут назад говорилось про модальный реализм Льюиса. Кажется, что метафизическая необходимость в рамках такой метафизики очень проблемная, заставляет порождать левые сущности. Непонятно, как нам эпистемологические аспекты проблемы интеграции здесь снимать. Так, может быть, тогда вообще от нее отказаться, оставить, например, только логическую необходимость или физическую необходимость. Зачем нам нужна необходимость метафизическая? То есть Пикок, судя по всему, говорит, что это что-то плохое. То есть он не считает, что нам нужно просто отказываться от проблемных понятий, только потому что с ними возникли вот эти самые проблемы и затруднения. То есть выразительность философского понятийного аппарата ему кажется важным сохранить. Но это, возможно, я за него уже тоже додумываю. То есть он конкретно, эксплицитно это не пишет, но почему-то указывает, что вот здесь вот, что если проблему интеграции не решать, то у нас авторы-исследователи начнут отказываться от каких-то понятий. То есть, видимо, для него это кажется чем-то плохим. Может быть, не всегда, но конкретно вот про метафизическую необходимость он, например, приводит. Ну, еще он напоминает, что эпистемический контекстуализм не решает проблему интеграции, не снимает ее и не делает ее какой-то тривиальной. Соответственно, вот эти проблемы, которые мы рассмотрели, проблема с необходимостью, проблема с интенсиональным содержанием и проблема с прошлым, они возникают не из-за ошибки установления сдвига в эпистемических стандартах. То есть, с точки зрения эпистемического контекстуализма, проблемы знания вот эти вот разные, они возникают из-за того, что мы эпистемические стандарты как-то неправильно определили, не заметили, когда они у нас изменились или еще что-то там у нас произошло. Ну, соответственно, эти ошибки обычно происходят, эти сдвиги, точнее, происходят из-за какого-то коммуникативного или контекстуального другого события. Ну, а вот необходимости, интенсиональное содержание и прошлое. Эти проблемы возникают вовсе не из-за сдвига в эпистемических стандартах, они являются проблемами сами по себе. Здесь, правда, я должен сказать, что Пикок не представляет никаких аргументов в пользу того, что это проблемы сами по себе, что они не возникают из-за сдвига. Он это просто упоминает. Ну, предлагаю пока ему поверить, хотя я не уверен, что нельзя найти интерпретации этих проблем, которые возникают именно из-за сдвига в эпистемических стандартах. Ну, опять же, это не основная цель Пикока сейчас, то есть показывать все возможные возражения. Но он, скорее, просто представляет саму проблему. Какие же есть с точки зрения Пикока способы решения данной проблемы? Способов всего семь. Он их делит на две группы. Первая группа, первые три способа, они друг на друга очень похожи. Способ номер один, достаточно очевидный. Пересмотреть метафизику так, чтобы наши представления об истине интегрировались с подходящей эпистемологией. И все в рамках вот какого-то определенного нашего данного домена. Ну, идея понятная. То есть у нас есть ключевая проблема, что метафизика как-то несовместима с эпистемологией или наоборот. Ну, давайте тогда пересмотрим метафизику. То есть вот в рамках, например, проблемы Бена Церафа с теоретиком множественным редукционистским реализмом. Ну, давайте тогда будем считать, что теоретика множественного редукционистского реализма — это плохая метафизическая позиция. Давайте придумывать что-нибудь другое. Например, возьмем структурализм какой-нибудь или еще что-то. То есть шаг, в принципе, такой достаточно очевидный. Пикок отмечает, что первый шаг, он как бы один из самых популярных, потому что используется. Второй шаг — зеркальный. То есть можно пересмотреть метафизику, а можно пересмотреть эпистемологию для утверждений, которые привели к проблеме интеграции. То есть шаг один и шаг два, они кажутся такими, ну, опять же, повторюсь, наиболее очевидными. И, как правило, именно опираясь на эти два шага, проблему интеграции и пытаются решать. Ну и шаг... А, ну, собственно говоря, он говорит о том, что первые два шага тесно связаны, потому что пересмотр метафизики вполне может иметь какие-то последствия для эпистемологии, ну и вполне вероятно, наоборот, влияние тоже может быть. То есть может быть такое, что, изменив метафизический статус, например, каких-то объектов нашей теории, мы еще и окажем влияние на то, как, пользуясь какими средствами, точнее, мы, соответственно, эти объекты можем познавать. Ну и третий способ, который тоже тесно связан с первыми двумя, мы можем пересмотреть отношения между метафизикой и эпистемологией, так, чтобы исчезла несовместимость между ними. Ну, соответственно, тоже идея такая очевидная. Если проблема возникает между двумя какими-то сторонами теории, то можно в первом способе изменить первую сторону теории, во втором способе изменить вторую сторону теории, а в третьем способе можно по-другому взглянуть на отношения между ними. Соответственно, как сам Пикок отмечает, стандартные решения проблемы интеграции включают в себя, могут включать в себя все три первых способа. То есть первые три способа являются, как он говорит, консервативными. Они исходят из того, что условия истинности для проблематичных утверждений можно интегрировать с приемлемой эпистемологией. То есть надо просто немножко подкрутить либо метафизику, либо эпистемологию, либо связь между ними, и тогда у нас интеграция произойдет, все хорошо, проблема решится. А вот следующие четыре способа, которые он собирается рассмотреть, как он сам их называет, являются ревизионистскими. То есть они в той или иной степени отрицают, что существуют условия истинности для проблематичных утверждений. Иногда полностью, иногда не полностью. Но это так или иначе означает, что если вы применяете один из четырех последующих способов, то вы точно не обращаетесь к первым трем. И наоборот, если вы используете один из первых трех способов, то вы к следующим четырем обращаться не можете. Ну и на самом деле вот эти вот следующие способы, они представляют собой выражение такой одной, можно сказать, позиции, просто радикально нарастающей. Вот самый такой, можно сказать, мягкий вариант ревизионистского способа решать проблему интеграции. Это неполный отказ от условий истинности. То есть вместо того, чтобы говорить о полных условиях истинности, мы должны сформулировать некоторые сжатые условия истинности, которые будут схватывать некоторую часть интуитивного содержания проблематичных предложений. Что имеется в виду на конкретных примерах? Есть понятие бесконечности. С этим понятием есть традиционная проблема, что для актуальной бесконечности, то есть для абстракции актуальной бесконечности, у нас проблема интеграции, как отмечает PICAC, нерешаемая. То есть это слишком, что называется, серьезный метафизический объект, не совсем понятно, как мы можем представить для него приемлемую эпистемологию. А вот для потенциальной бесконечности, то есть для вот этой вот не в кавычках полной бесконечности, у нас проблема интеграции решиться может. То есть мы можем задавать потенциальную бесконечность через, ну, например, в рамках натуральных чисел через плюс один для каждого следующего элемента, и нам как бы этого достаточно. У нас в рамках нашей эпистемологии тогда есть приемлемое описание для такого, откуда мы можем потенциальную бесконечность познавать. Ну, хорошо, про актуальную бесконечность мы говорить не можем, но нам ведь и потенциальной вроде как достаточно, говорят сторонники этой позиции. Другой пример связан со свободой воли, с проблемой свободы воли. Здесь такая же история. Такая максимальная, ну, не максимальная, а глобальная претензия в рамках проблемы свободы воли — это дать объяснение случаем формата, что некоторый агент мог бы сделать что-то по-другому. Опять же, с точки зрения метафизики вроде бы понятно, как это задавать. Опять можно там, например, через возможные миры, то есть альтернативные сценарии, которые у нас начали происходить в прошлом, но в рамках эпистемологии у нас снова возникает проблема. А как нам эти альтернативные сценарии точно знать? То есть здесь у нас возникает ровно такая же проблема с эпистемической недостижимостью тех или иных положений дел. А вот он действовал свободно, то есть у него был выбор, судя по всему, проблема интеграции решаема. То есть мы не плодим здесь никаких альтернативных сценариев. Мы просто говорим, что приписываем агенту возможность определенного выбора и все. То есть более слабая претензия у нас здесь, опять же, более слабое притязание у нас здесь используется. Пятый способ. Здесь, что называется, некоторые нарастания происходят, то есть здесь мы уже полностью отказываемся от условий истинности. Можно сказать, что у нас происходит отказ от метафизики даже в том смысле, в котором ее понимается пикок и стросом. То есть вместо метафизики мы будем использовать некоторую теорию, точнее формулировать некоторую теорию о том, какую роль эти некоторые вот эти проблемные утверждения играют в наших действиях и нашем мышлении. Немножко похоже в рамках из истории философии на прагматический подход, подход прагматистов. Но Пикок приводит другие примеры. Он говорит, что это в целом иногда называют нефактуализмом, нонфактуализм. В качестве примеров Гильберт и бесконечность. Ну, про бесконечность уже немного поговорили. Здесь ход понятен. Филд и фикционализм. Идея в том, что утверждения математики, они не об объектах каких-то, то есть, ну, например, утверждения о числах, они не о сущностях определенных. В этом смысле утверждения математики оказываются утверждениями фиктивными. И мы, тем не менее, их используем, потому что они в рамках наших действий и в рамках нашего мышления являются полезными. Ну, и, соответственно, в случае Питера Строссена и Свободы ровно такая же история. То есть, мы не можем и нам не нужно никаких метафизических описаний для каких-то проблемных утверждений. В каком-то смысле можно сказать, что нам объекты никакие не нужны. Ну, проблемные утверждения просто полезны в рамках нашей практики, в рамках нашей научной деятельности. Ну, там, например, математика очень полезна в рамках физики, ну и так далее. То есть, мы все равно будем их использовать, но сделаем вид, что никакой метафизики за этим не стоит. Ну, что-то вроде вот. Ну, мы придумали себе конструкты, фейки определенные, которые нам просто удобны. Ну, и будем, соответственно, с ними жить и работать. Но, как отвечает Пикок, дело не только вне фактуализма. Он рассматривает квазиреализм Блэкберна и говорит, что отличительная черта этого квазиреализма, что для некоторой области дается объяснение содержания в этой области в терминах определенной роли, которая в этой области имеет значение. И это позволяет говорить об истине этого содержания. Конкретно речь идет о модальных и моральных случаях. То есть, ну, там, если какую-то моральную интерпретацию в стиле квазиреализма какого-то морального предложения давать, то, то есть, например, данное действие является хорошим. В данном случае это предложение вроде бы как должно отсылать каким-то этическим сущностям, что-то там вроде хорошести или там даже добра, например, или еще чего-то. Или там справедливости, если там у нас будет предложение формата данное действие является справедливым. Но с точки зрения Блэкберна нет. И речь идет о том, что в рамках конкретной вот этой вот нашей области мы можем уже в терминах конкретной этой области объяснить, почему мы считаем данное действие хорошим, добрым или справедливым и так далее. И именно это будет являться условием истинности для данного утверждения. То есть, фактически речь идет о том, что модальные моральные высказывания, предложения, точнее, не ссылаются на сущности, они ссылаются на те самые области, где они случаются. То есть, тогда получается, что если мы будем считать, что все-таки пятый способ — это всегда не фактуализм, то есть отсутствие истинности, то квазиреализм Блэкберна нам не подойдет. А он вроде бы подходит, как раз замечательным образом подходит. Поэтому способ пять, как отмечает Пикок, он не про отсутствие истинности, а про замену вот этих самых неустранимых условий истинности на оценку роли некоторых предложений в наших действиях, в нашем мышлении, в широком смысле понимаемых. Проблема возникает в случае с пятым способом, в том, что не совсем понятно, где мы можем провести границу между случаями, когда применение вот этого способа дает понятный, ну, я так перевел понятный, intelligible, не уверен, что это максимально приемлемый перевод, но вроде бы нормально. Непонятно, когда применение этого способа дает понятный результат. Речь идет о чем? Достигается ли такой результат только для предложения или содержания, для которых верна фактуалистская позиция? Что имеется в виду? Вот представим, что некоторый теоретик вводит некое новое выражение, и почему-то Пикок здесь дает синоним этому как логическую константу. Я не очень понял, что он имеет в виду под логической константой, что-то вроде там всегда истинного предложения, что ли. Ну, ладно, не суть важна. Значение этого выражения с точки зрения теоретика определяется не условиями истинности этого предложения, то есть в метафизическом смысле понимаемыми, а той ролью, которая это выражение играет согласно позиции теоретика. То есть это предложение, оно как бы… Но это предложение или выражение, логическая константа в рамках нашей теории, она является там истинным, условно говоря, ну или вообще значимым хоть что-то, потому что она нам для чего-то нужна, как утверждает теоретик. И возникает такой вот вопрос. А мы точно знаем, что это предложение означает? То есть если мы знаем только правила употребления этого выражения и через них мы знаем значение этого выражения, то оно уже вроде бы как должно влиять на условия истинности этого предложения. То есть не совсем понятно, где вот эта граница между условиями истинности и ролью этого предложения проходит. Значит, это уже не способ пять. А если мы будем говорить, что у этого выражения, вот у этого нового, который предложил теоретик, условий истинности нет, то тогда мы точно-то действительно знаем, что это выражение истинное или нет. То есть вот такое стандартное, как кажется, возражение против этой позиции можно выдвинуть. Ну, как отвечает сам Пикок, ему кажется, что даже для простейших логических констант у нас есть условия истинности. Во всяком случае, если говорить о константах, которые могут быть включены в произвольные операторы. Вот. Как он говорит, в дальнейшем он будет рассматривать эту позицию подробнее. То есть здесь, может быть, во всяком случае, мне не до конца понятно было, когда я читал, что он имеет в виду. Ну, и вот отдельно он задает вопрос, а что делать с теми, для которых такое включение не настолько значимо, значительно и так далее. Но это, судя по всему, разбираться будет в следующих главах. Способ номер шесть для решения проблемы интеграции – это попросту скептицизм. Пикок его формулирует достаточно стандартным, можно сказать, образом. То есть он говорит, что с позиции скептика для некоторого домена у нас нет возможности получить интересное знание. Ну, слово «интересное» здесь используется в смысле, что значимое, видимо, для нас. То есть вот у нас есть некоторый домен, ну, к сожалению, мы там ничего нормально знать не можем. Ну, а значит, и проблемы интеграции нет. Забавно кажется, что именно тогда-то она и должна возникнуть, но нет как раз-таки. Проблема интеграции предполагает, что если у нас есть возможность создать хорошую эпистемологию для некоторого домена, то нужно ее интегрировать с метафизикой. Скептик фактически говорит, что нормальной эпистемологии, чтобы у нее были интересные результаты, для некоторого домена у нас нет. Ну, значит, собственно, какой смысл вообще обо всем этом думать? Вот, собственно говоря, то есть имеется в виду, что даже потенциально нет такого знания, которое бы конфликтовало с нашей дескриптивной метафизикой для этого домена. Ну, и Пикок задает вопрос скептику. То есть вроде бы кажется, что, ну, во-первых, позиция такая достаточно прямолинейная, и кажется, что, ну да, хорошо, это способ избежать проблемы интеграции. Да, это делается через серьезный ущерб для нашего знания, но, с другой стороны, проблемы интеграции хотя бы нет. Но Пикок говорит, что есть стандартный вопрос к скептику, а как понятие истины тогда возможно в принципе для этого домена, если у нас нет возможности получать знания об этом домене. Ну, и способ номер семь представляется самым радикальным для Пикока. То есть это такое, как я говорил, с четвертого по седьмой способ – это нарастание радикальности. Ну, и вот седьмой способ самый радикальный. Этот способ предполагает, что весь домен, к которому была сформулирована проблема интеграции, наполнен иллюзиями, заблуждениями, и вот настолько наполнен, что даже более умеренные и спокойные способы 4, 5 и 6 нам не подойдут. То есть вопрос даже не в том, что у нас нет возможности получить знания. То есть это даже не скептическая позиция. У нас даже нет способа описывать истину для этого домена. То есть там вообще непонятно, что толком происходит. Дело даже не в нашем познании, а в том, что мы сформулировали домен таким образом с точки зрения условий истинности, что он фактически сам по себе является каким-то порочным и неправильным. Приводит он примеры несколько, то есть где и когда такое происходит. Вот первый пример – случай со свободным действием и ответственностью. Это Парфит Строссен. Я вот привел статью, цитату, потому что, опять же, Пикак, раз это такая обзорная глава, он не объясняет подробно, о чем идет речь. Но в целом, так, если немножко по верхам объяснить, насколько я понял, здесь речь идет о том, что у нас есть проблема с тем, что нельзя быть причиной самого себя. То есть если у нас есть свободные действия, то вроде как мы можем принимать сами за себя какие-то решения. То есть я в будущем, в следующий момент времени, после принятия какого-то решения, это следствие меня самого. Так вот, кажется тривиальным для, во всяком случае, Строссена и Парфита, это, что нельзя быть причиной самого себя. То есть у нас должен быть запрет на самодетерминизм. Ну, идея с запретом на то, что быть причиной самого себя, она непонятно откуда берется именно в рамках данного контекста, но, в общем-то, логически-то она следует из каких-то базовых наших интуиций. То есть здесь речь идет о том, что вот свободные действия и ответственность, они в рамках этой области у нас, в принципе, какие-то противоречащие даже самым нашим базовым интуициям, базовым интуициям нашего мышления присутствуют части. Сюда же, на самом деле, очень тесно связана история с Чизовым и агентной каузацией. Тут немножко другая история. Речь идет о том, что у нас моральная ответственность для наших действий, судя по всему, нормально невозможна как в случае наличия детерминизма, так и в случае его отсутствия. То есть если мы предположим, что в рамках нашей Вселенной действует детерминизм, то моральной ответственностью агентов быть не может, потому что не агент принимает решение совершать некоторые действия. Есть законы Вселенной. Законы Вселенной вынудили агента поступить тем или иным образом. Следовательно, не он в этом виноват. Не вините меня, вините Вселенную фактически. Но, как отмечает Чизов на самом деле, индетерминизм создает не менее сложную проблему для моральной ответственности. Ведь с точки зрения определения индетерминизма у нас нет никаких причин для совершения нашего действия. То есть что вот это за само такое определение, свободное действие? То есть независящее ни от чего. То есть оно что, подлинно случайное, что ли, или что? И в рамках такой позиции индетерминизма полного тоже начинает казаться, что у нас нет никаких причин для совершения наших действий. А раз не было никаких причин для совершения действий, то как можно возлагать какую-то ответственность за совершение этих действий? То есть, как вы можете заметить, вот этот способ номер семь – это поиск каких-то вот этих самых фундаментальных противоречий в рамках того, как мы в принципе формулируем домен для вот этих самых некоторых утверждений. Действительно кажется, что он сугубо противоречив. Хотя, насколько я знаю, естественно, с позициями Чисхольма, Строссом, и, как сам пишет Парфит, об этом не писал, но устно высказывал такую позицию, в принципе, с ними, видимо, как-то можно работать. То есть на этом философия свободы воли, свободы действий, моральной ответственности не закончилась. Ну и еще Пикок, я даже здесь не стал это отмечать на слайде, потому что он совсем без объяснений приводит этот пример, что-то про абсолютное пространство. Вот. Я не понял, о чем там он говорил. Вот. Может быть, дальше он это объяснит в содержании книжки своей. Ну и таким образом, в качестве завершения и переходя ко второй главе, Пикок формулирует два вопроса. Итоговые. Первый. Как мы можем достичь интеграции в определенной области? И второй. Каковы общие принципы, которые определяют, какое решение нам нужно для этой области? То есть способов решения у нас семь. Например, берем какую-то область, например, про прошлое. Выбираем несколько из этих способов. Например, первые три. Или там седьмой способ. Или еще какой-то. Так вот, Пикок собирается, во-первых, разбираться с тем, какие нам способы можно или нужно выбирать. А во-вторых, какие у нас есть общие принципы в рамках какой-то проблемной области, которые бы нам подсказали, какое решение нам, собственно, нужно выбрать. И оба эти вопроса он собирается рассматривать в главе номер два. Там он будет говорить об истине и не только, но это все уже в следующий раз. А у меня все. Спасибо за внимание. У меня еще небольшая ремарка по поводу Бена Церафа. В статье «Математическая истина» он там не рассматривает теоретико-множественный реализм. Он там просто о платонизме говорит. Ну и в двух словах, чтобы, может быть, если кому-то еще не ясно, в чем там сложность, если мы представляем, что математические объекты – это вот такие платонистские сущности, они где-то во внешнем мире отдельно существуют, непонятно, как мы можем их познавать. Но, очевидно, мы обладаем каким-то математическим знанием. 2 плюс 2 равно 4 – мы знаем. И эта математическая истина, она нам известна. То есть платонизм здесь имеет хорошую метафизику, но эпистемология плохая. А с другой стороны, мы, как говорит Бенцераф, можем по-другому зайти. Эпистемологию сначала иметь, допустим, интуционистскую или конструктивистскую, и сказать, что у нас знание связывается с построением доказательства или построением объекта какого-то. Но тогда у нас получается, что метафизика будет уже не такая прекрасная, как в случае платонизма, и объекты будут зависеть от нас самих. Действительно, мы потеряем какую-то объективную истину, скорее всего. Вот такая вот ремарка. Ну что, у кого какие есть вопросы? Да, спасибо, я просто отвечу вкратце. И я математическую истину упоминал, потому что я сам пикок упоминал. Меня, наверное, смешалось из-за этого. То есть я пытался тоже вкратце постараться эту проблему представить. Именно вот в разных ее аспектах, что называется. Да, поэтому смешалось. Поэтому спасибо за ремарку. Я вот не совсем поняла, в чем проблема со способом 5. Можно вернуться туда? Да, сейчас давай. Какая именно проблема? Вот здесь? Да, здесь. Вот здесь представлено как раз-таки объяснение этой проблемы. Опять же, если я сам ее правильно понял, речь идет о том, что если мы вводим какое-то выражение, как пикок пишет, то вроде как мы должны знать значение этого выражения. Ну, как использовать некоторое выражение, не зная его значения? А пикок отмечает, что вот этот наш гипотетический теоретик, он говорит, что значение этого выражения у нас определяется не условиями истинности, а той ролью, которую это выражение играет согласно позиции теоретика. И у нас получается как бы некоторая развилка. В первой развилке мы говорим о том, что если мы знаем правила употребления этого выражения, то фактически правила этого употребления и являются условиями истинности. Вроде как способ 5 предполагает, что мы от условий истинности отказываемся. Так вот, сам ввод этого выражения в рамки нашей некоторой проблемной области, как то, что используется для чего-то, для объяснения чего-то, это и есть его условия истинности. Это вот первая развилка. Тогда это уже не пятый способ, это, наверное, четвертый способ, например. А другая сторона развилки в том, что отказаться тогда, сказать, что оно никак не влияет на условия истинности, но тогда, по идее, мы не должны знать правила его употребления. Вот так вот я понял это затруднение, связанное со способом 5. Не, ну мы же можем просто правила употребления задать каким-то произвольным способом, нет? Ну вот, наверное, даже произвольный способ задания правил употребления, это будет тоже некоторым условием истинности для данного выражения. Так, ну, если пока что конкретных вопросов нет, я бы мог задать какие-то очень общие, может, даже излишне общие вопросы. Ну вот, мне кажется, что условия истинности, они не должны гарантировать эпистемический доступ, потому что, когда мы говорим об условии истинности, мы как-то характеризуем высказывания нашей теории, а эпистемологический доступ, это уже относится не к базовым высказываниям нашей теории, а, ну, как бы сказать, к самой теории. А с теориями все плохо. Если мы высказывания можем поделить на два класса, истинных и ложных, то с теорией так не пройдет. Например, если мы имеем математическую теорию, говорим о наличии какой-то математической теории, то эта теория будет тривиальной и истинной всегда. А если мы говорим не о математической теории, она тоже должна быть истиной, но нетривиальным каким-то способом. И нету тут никакого выбора между истинностью и ложностью на уровне теории. А знание, эпистемический доступ, он именно на уровне теории должен быть. Ну вот, быть знаемым – это значит быть теорией какой-то. Так же, как быть оленем – это значит быть парнокопытным. Ну вот, это такое достаточно общее соображение. Не знаю, насколько оно уместно. Но надо перейти, видимо, как-то с уровня высказываний на уровень теории, чтобы говорить об эпистемическом доступе. Но здесь есть опасность. Эпистемический доступ на уровне теории может превратиться в какую-то методологию. Ну а методология в некотором позитивном смысле – это почти что фикция. Можно с достаточно большой степенью уверенности сказать, что методологии не существует в этом смысле. Тогда и эпистемология не существует. Эпистемология и эпистемического доступа. Не знаю, насколько я высказался, понятно. Это очень общее соображение. Я как бы немножко отлетел от проблематики текста. Но я сам не понимаю, как ответить на эти вопросы. Дмитрий Владимирович, а как тогда быть, если у нас для какой-то предметной области теории пока еще нет? Ну, не знаю, вот у нас же нет теории о том, что мы начали наше обсуждение один час назад. Но это истинно, что мы начали наше обсуждение один час назад. Откуда мы это знаем? Ну, у нас есть, наверное, какие-то теории в отношении времени, часов и тому подобного. Но все равно на уровне чистых высказываний, наверное, не пройдет. Мне кажется. Ну, не знаю, как у всех собравшихся. У меня теорий по поводу часов нет. Вот. Но, опять же, Лев, наверное, здесь можно ответить тебе, что на самом деле с точки зрения высоких эпистемических стандартов мы этого не знаем. Вот. И нам, значит, есть, возможно, какая-то суровая метафизика времени про прошлое. А вот если высокие эпистемические стандарты задать, то откуда же ты знаешь, что было час назад? Может быть, не было никакого часа назад? И вообще ничего не было, что было в прошлом и так далее. То есть прямого доступа-то у нас нет. Вот. Наверное, в духе Дмитрия Владимировича, возможно, если я могу ошибаться, но мне кажется, Дмитрий Владимирович как раз говорил о том, что есть у нас вот эти вот разные требования к нашим высказываниям, нашим положениям. И если мы находимся в рамках теории, то вот, видимо, тогда требования к знанию какие-то серьезные возникают. Возможно, так. Но не уверен, конечно, что я до конца понял эту мысль. Вот мне кажется, у нас, безусловно, есть какие-то, скажем так, может быть, не в полном смысле теории, но хотя бы псевдотеории о времени. Да, мы знаем там, из чего это время складывается, что какие-то промежутки можно разделить там на секунды, минуты, часы и так далее, всякие соотношения между ними. Но у нас нет теории именно, из которой бы мы могли вывести, например, что наше обсуждение началось один час назад. У нас есть какие-то косвенные свидетельства, допустим, вот запись нашего обсуждения. Мы смотрим, что она длится один час. Ну, вот значит, в тот момент, в который этот вопрос был задан, мы уже обсуждали один час. То есть из самой теории, конечно, не следует, что мы час назад начали. Но если мы ее дополняем чем-то еще, внетеоретическим каким-то, то тогда мы можем вывести, что мы начали наше обсуждение час назад. Ну, может так. Ну, а условия истинности, они никак не могут сами по себе гарантировать эпистемический вид. Ну, никак. Ну, да, собственно, ведь проблема интеграции в этом и состоит, что условия истинности-то они есть. Прошлое существовало. Может быть, даже существуют какие-то последствия из этого прошлого, но у нас нет эпистемического доступа к этим условиям истинности. Ну, в смысле того, что мы не можем как бы назад на час вернуться, и увидеть, началось обсуждение или нет. Ну, так и правда подобно. Вот. А, собственно, проблема интеграции состоит в том, чтобы как-то совместить вот эту нашу метафизику с нашей эпистемологией. Я вот как раз мотнул назад, как раз на цитату из Стросса, на что цель – описать актуальную структуру наших мыслей о мире. То есть вот в случае с прошлым нам кажется очевидным, опять же, что вот это самое прошлое было, что оно повлияло там на настоящее и так далее. То есть это вот как бы мы привыкли, даже не то, что привыкли, наше мышление о мире в контексте прошлого, оно вот в этом и состоит, что прошлое на самом деле было. И то есть это, ну, такая реалистская метафизика у нас, опять же, здесь принимается. А проблема интеграции в том, что а как мы можем… Откуда у нас берется знание о прошлом? Как бы нам такую эпистемологию сформулировать, чтобы она соответствовала вот этой самой структуре наших мыслей о мире? Чтобы мы не просто утверждали что-то, что нам кажется удобным или очевидным, а чтобы еще у нас были способы, как показать, как мы этим знанием обладаем. А мне кажется, что есть уже такое. Историки, они как-то научились чистосвидетельствами работать в своих теориях, в своей историографии. Вроде бы все нормально. То есть у них особых проблем не возникает. Для того, чтобы говорить о знании прошлого. Ну, тут, наверное, зависит от того, насколько мы вообще строго требуем соблюдение каких-то эпистемологических критериев для того, чтобы считать это знанием. Ну, то есть истина-то есть о прошлом. Мы знаем, что как бы Цезарь перешел Рубикон. Но мы знаем это из каких-то свидетельств. Но непосредственно воспринять эти условия истинности мы не можем. Да, то есть я как раз... Нет, Новосибирск меня не отпускает. Знание – это уже у нас в классическом смысле истинное обоснованное убеждение. Так вот, процедура обоснования – это одна из самых проблемных, как мы знаем, частей этого определения. И вот как раз во многом проблема интеграции – одна из частей этой проблемы в том, как нам с этим обоснованием работать. Потому что, ну, если у нас очень жесткие эпистемические стандарты, которые, например, заключаются в том, что мы будем считать обоснованным только то, что прям 100% ровно так и было, и у нас есть железобетонные доказательства в виде эмпирического опыта, тогда у нас с прошлым большие проблемы. То есть на самом деле не то, что там про Цезарь и Рубикона у нас нет обоснования полного. У меня нет обоснования про то, что там, не знаю, я с утра что-то там делал. Мало ли, у меня там ложные воспоминания или еще что-то? Ну, вроде бы, здесь надо занять строгую антифундаменталистскую позицию. Все в порядке. Так вот, да, если вернуться к способу 5, ну, допустим, мы говорим, что у нас нет никаких причин быть уверенными в том, что прошлое действительно было. Но у нас есть нарративы, мы можем на них указать. Мы можем, допустим, даже принять какой-то критерий отбора хороших нарративов от менее хороших. И если мы скажем, что факты прошлого либо не существуют, либо непознаваемы, но все разговоры о прошлом можно перевести, то есть свести в разговоры о нарративах. В чем проблема с таким решением? Да, я понял твой вопрос. Так на примере попроще будет порассуждать. Ну, как я понял, идея такая. То есть если мы считаем, что все наши утверждения о прошлом, например, там об истории, но не обязательно об истории, это нарративы. А прошлого как бы метафизически и не только нет. Ну, то есть, условно говоря, прошлое – это то, что не бытует, потому что оно уже исчезло. То есть нет никакого прошлого, у нас есть только нарративы о нем. Тогда вот мы вводим некоторый новый нарратив. Правило употребления нарратива о прошлом в рамках нашей системы знаний о прошлом. Что такое нарратив? Это то, во что мы верим. То есть фактически это то, что мы должны принимать как истину. Но в случае, если прошлого нет, у нас получается, что мы тогда должны принимать как истину то, что заведомо ложно. Это вот одна вилка, которая нам, видимо, не подходит, потому что тогда мы не совсем понимаем, что этот нарратив означает. То есть чтобы принимать нарратив в рамках того, что вот это у нас описывает прошлое, мы об этом договорились, мы в каком-то смысле должны говорить, что он истинен, но при этом он тривиально ложен, раз прошлого нет. А если мы скажем, что все-таки нарратив в каком-то смысле истинен, то есть что мы введем, например, в максимально общее условие, максимально общее теоретическое основание нашей вот этой исторической системы знания, что всякий принимаемый нами нарратив истинен, то мы уже начнем снова конструировать метафизику прошлого. То есть мы либо должны соглашаться с тем, что в каком-то смысле она у нас немножко все-таки есть, и тогда это прошлое есть, и метафизика прошлого есть, и тогда это не способ, опять. Либо наши нарративы изначально как бы не совсем понятно, что означают, потому что тогда как мы можем отличать нарратив, который мы принимаем, от нарратива, который мы не принимаем? У нас отсутствует критерий развлечения между ними. Они как бы ничего не означают. Ну вот критерий может быть каким-то сугубо внешним, социальным. Например, ну там, я не знаю, у нас есть какое-то сообщество, по которому мы делегируем полномочия, значит, отличать хорошие нарративы от плохих. Ну вот как делают, скажем, сторонники религии, у которых есть священные тексты. Они просто в какой-то момент, значит, делегируют определенной группе людей полномочия отличать правильную формулировку священного текста от ошибочной еретической. И, ну, я полагаю, что не каждый из них вот так вот всем сердцем и на голубом глазу верит, что, значит, правильные формулировки священных текстов в буквальном смысле истины. Может быть, кто-то и верит, но наверняка не все. Но они знают правила употребления, скажем так, утверждений о религиозных каких-то событиях или сущностях, я не знаю, как назвать. Короче говоря, они знают, что правило состоит в том, чтобы говорить то, что написано вот в таких текстах, а ничего, что не было бы в них написано, не говорить об этом. Вот, и все отлично работает у них. Мы можем сделать в прошлом то же самое. Да, мне кажется, я уловил твою мысль. Не знаю, закладывала ты эту идею или нет. Но смотри, во-первых, наверное, конечно, с религией, мне почему кажется, пример все-таки, наверное, не до конца удачный, хотя отчасти, да, все-таки сложно, наверное, найти человека, который является убежденным в различных религиозных положениях и при этом не видит за этим всем никакой метафизики вообще. То есть она хоть какая-то должна быть. То есть, наверное, вот как ты говоришь, верят, но не все, принимают, но не все, полностью истинно, но не полностью истинно. Но это, наверное, больше способ 4, когда мы как бы ослабленные условия истинности принимаем. Способ 5 просто, видимо, все-таки предполагает, что это прям совсем фикций. Вот. Но насчет прошлого и так далее, мне то, что ты говоришь, очень сильно напомнило модальный нормативизм, который Эми Томасом предложила. Я, насколько помню, ты тоже ознакомливалась с ее идеями, когда модальные утверждения с модальностями интерпретируются не как утверждение про возможные миры, реальные или еще что-то, а как утверждение про... Точнее, не как утверждение про... А в соответствии с правилами употребления модальностей. То есть там слоб необходимо, возможно и так далее. Я согласен, мне кажется, что это действительно, ну, во всяком случае, в отношении модальностей снимает большинство проблем, связанных с проблемой интеграции. Мне кажется, с прошлым, наверное, можно сделать как-то так же. Вот. Но Пикака здесь оправдывает что? Вот эта идея Томасом появилась через 20 лет после того, как он эту книжку дописал. Вот. То есть она уже такая совсем свеженькая, до 2018 года вроде бы. Ну, относительно свеженькая идея модального нормативизма. Вот. А до этого как-то я бы не сказал, что я где-то встречал такое же в отношении проблемы интеграции. То есть мне кажется, что да, ход хороший. Ну, повторюсь, может быть, к религии не до конца применим, а вот да, к прошлому, к модальностям, мне кажется, да, можно так сделать. У меня еще небольшое здесь замечание, как бы. Если мы используем понятие норматива для объяснения теории, то мне кажется, что мы объясняем более простое через более сложное. То есть теории, они как бы не есть нормативы. Ой, нарративы, извиняюсь. Не есть нарративы. Понятие нарратива, оно более сложное, более содержательное. И как-то в нем легче запутаться. Лучше бы с теориями разобраться немножечко. Мне так кажется. Ну, я так понимаю, что Аня здесь про нарративы говорила именно вот в контексте только прошлого, именно про историю речь. То есть здесь не идет речь о том, что нужно все теории свести к нарративистике. Я согласен, я согласен. В отношении истории, да, Аня, видимо, права. Там преимущественно нарративы. Но не только нарративы. Там есть, допустим, какие-то историографические конструкции, всякие другие вещи. Да есть совокупность теорий, которые плавают в этой самой истории. Ну, видите, Дмитрий Владимирович, вот вам и проблему интеграции. Сейчас я вам и сформулирую. Вот у нас есть историография, да, она описывает какие-то истины. Как мы их знаем? За счет чего? Какова ваша эпистемология? Расскажите, пожалуйста, почему вы считаете, что историографические данные – данные обоснованные, ну и так далее? Мы просто находимся на уровне какого-то феноменалистского описания. Нахватали чего-то, классифицировали это что-то. Будем считать свои классификации, теориями, все в порядке. Но ведь эти теории, они о прошлом, а к прошлому эпистемического доступа-то нет непосредственного. А нам прям так нужен непосредственный доступ к прошлому. В радикальной версии очень бы хотелось, наверное. Мне кажется, с историей это все довольно просто. История описывает события, которые имели место, и к которым у некоторых людей был непосредственный доступ. И за счет определенных методов, которыми используется история, археология, анализ исторических документов, они позволяют получить доступ опосредованным образом к тому когда-то непосредственному доступу, который имелся у непосредственных очевидцев тех событий, о которых идет речь. Разве нам этого недостаточно? Ну, вот условием истинности того, что Цезарь перешел в Рубикон, будет Цезарь, который переходит через Рубикон, а не свидетельство о том, что кто-то там взял и перешел через Рубикон. Поэтому к условиям истинности мы никогда не доходим в истории. Видимо, здесь все зависит от трактовки условий истинности. Возможно, и какая-то более когерентистская позиция, не обязательно классическую теорию истины. Тогда уже другую метафизику дескриптивную. Да, то есть мы либо должны пересмотреть метафизику и сказать, что условиями истинности является не то, что там кто-то через что-то перешел, а что-то другое. Либо мы должны пересмотреть эпистемологию и тогда сказать, что мы познаем то, что кто-то через что-то перешел, не непосредственно наблюдая это, не непосредственно видя вот эти условия истинности, каким-то способом, а через какие-то другие свидетельства. Это уже будет другая эпистемология. Естественно, как Пикок отмечает, когда мы меняем эпистемологию, мы, скорее всего, заденем и метафизику. И наоборот, поменяем метафизику, эпистемологию тоже заденем. То есть изменения одновременно будут происходить. Возможно, да, заденем. Наверное. Об этом вроде ничего страшного нет. Страшного-то нет. Пикок и не пишет, что это страшно, но он говорит, вот, пожалуйста, различные области философии, давайте посмотрим, как там, чего мы можем, в какую сторону подкрутить, может быть, метафизику поменять, а может быть, вообще скептическое решение принять. Короче говоря, вот какой из этих семи способов наиболее эффективен для разных областей философской деятельности? Ну и, наверное, единого ответа нет. То есть если, опять же, там многострадальную философию математики вспомнить, там ведь много каких решений разных предлагалось. То есть там способ 5, филдовский фикционализм, там различные версии структурализма того же самого есть, интуиционизм. То есть стратегии разные. Вопрос в том, какая более приемлемую интеграцию для нас метафизики и эпистемологии, то есть условий истинности и способов их достижения нам выдаст. А вообще в философии есть какая-нибудь область, которая бы представляла собой пример того, как эпистемология и метафизика создаются вместе? Не знаю, если честно. Так это же вопрос не какой-то области философии, это вопрос подхода к любой области философии. Да, я просто так понял, что Аня спрашивает про область философии, где только такой подход возможен. Нет, я спрашиваю про конкретный исторический пример. Вот нам бы показали, вот смотрите, вот теория, там, значит, эпистемология с метафизикой сразу конструировались параллельно друг с другом, и поэтому никакой проблемы интеграции нет. Ну тут вот такой вопрос, между прочим, к любой области знаний можно применить, к любой науке. У нас тогда и физики, и все очень плохо. Если мы ни к одному факту не можем иметь непосредственного доступа, значит, у нас все физические утверждения ложны. А вот, например, философия права. То есть по факту, еще ниже, чем самый нижний фундамент философии права, может лежать какая-то этика, и там, конечно же, проблема интеграции прям в полный рост. Но если мы ограничимся просто философией права, то есть, ну и даже, может быть, не философией права в целом, а вот философией прям кодифицированного права, то тогда что? Получается, что кодифицированное право – это некоторая совокупность норм, который известно, когда и кем приняты. У нас есть документы, то есть они представляют собой одновременно и факты, верифицирующие наши утверждения об этом праве, и в то же время каналы эпистемического доступа для нас к этим фактам, потому что мы можем эти документы достать и посмотреть на них всегда. И так кажется, что в этом случае проблемы интеграции нет. Я права? Я правильно понял, что ты имеешь под кодифицированным правом идею философии права, которая как бы без людей, то есть без агентов, которые что-то там делают, нормы нарушают или соблюдают и так далее? Нет, я имею в виду, что философия права часто, она обсуждает не только кодифицированные нормы, но и обычное право, и там всякие вопросы легитимности и всякое такое. Но если попытаться вот так вот искусственно ограничить ее, только ограничить ее предмет только теми нормами, которые явным образом когда-то кем-то приняты, и у нас есть об этом документы. А чем такая философия права вообще является философией? Почему это не просто какой-то раздел юриспруденции? Какие философские вопросы-то там задаются относительно нормативов, норм, которые зафиксированы в документах? Я вот как раз почему про людей-то и спросил, потому что, ну, я не самый большой специалист в философии права. Там разные проблемы возникают, насколько я знаю, но многие проблемы как раз возникают в тот момент, когда мы начинаем именно нормы, которые у нас записаны записаны определенным образом, применять по отношению к тем ситуациям, которые реально возникают. А это у нас в любом случае сразу же, хочешь не хочешь, будет цеплять всякие проблемы с действиями, с намерениями, с свободой и не только. И поэтому, ну, вот как бы, наверное, такой вот совсем в каком-то смысле искусственно ограниченный, как он у меня сейчас представляется, проект, принять можно. Но не будем забывать, что у нас ведь идея, задача интеграции-то она ведь не в том, чтобы просто представить совместимые интегрированные метафизику и эпистемологии, а в том, чтобы они были одновременно приемлемы, но в том смысле, что они должны быть нам для чего-то нужны. То есть, как вот Лев, собственно, и отметил, от философии-то здесь как бы тогда и не останется никакой философских проблем. Но если да, в каком-то смысле наложить запрет на философские проблемы, то, наверное, проблемы интеграции не возникнет. Ну, в кавычках наложить запрет на философские проблемы, то есть ограничить область таким образом, чтобы они и не могли возникать. Да, то есть я имею в виду, что в философии права, в которой мы вот так вот ограничили себя и смотрим только на то, что написано в нормативных документах, и все, и больше ни на что не смотрим. Тут философии-то как бы и не осталось. Мы можем заниматься вопросами, как какие-то нормы связаны друг с другом, противоречат они друг другу или не противоречат. Но это как бы не совсем философская задача. И вернусь еще к комментарию, который Вика сделала. Она сказала, что тогда у нас проблемы интеграции в любой дисциплине появляются. Но она появляется в любой дисциплине только в той мере, в которой у нас там философские основания какие-то есть. Вот если... Ну, то есть физик не начинает свое исследование с того, что он говорит, что существуют физические предметы, существуют факты, еще что-нибудь. Это все как бы какая-то философская подоплека физического исследования, которая может быть стихийно принимается конкретными учеными. И проблема интеграции, она там возникает, а не в том, что они в итоге выстраивают относительно этого. То есть проблема интеграции — это не проблема, там, не знаю, квантовой механики или теории относительности, или механики Ньютона, или еще какой-то конкретной физической или любой другой научной теории. Это проблема философских оснований, на которых эта теория выстраивается. То есть если, условно говоря, с точки зрения философии, мы сказали, что мир разделен на отдельные вещи, и вещи участвуют друг с другом в каких-то отношениях, и это факты, вот тогда у нас возникает проблема интеграции. Откуда мы можем знать, что там стол состоит из дерева? Это истина, что стол состоит из дерева. Но откуда мы это знаем? Ну да, но ведь любая наука в какой-то момент может столкнуться с вопросом о том, что делает эту науку наукой, насколько она научна, а не, например, псевдонаучна, или насколько истинное положение этой науки. Это же почти что философские вопросы. Нельзя сказать, что это сугубо философские вопросы, потому что они имеют непосредственное отношение к данной предметной области. Но и тут-то как раз и возникает проблема интеграции, разве нет, когда мы ставим вопрос об истинности положений, какой-то конкретной дисциплине и о ее научности, то есть о том, каким образом мы считаем данные положения научно-достоверными. Мне кажется, это вопросы, соответственно, философии науки, философии истории, философии физики. Да, но это не значит, что их решают философы. Это не значит, что их философы решают. Их могут решать конкретные ученые. Да. У нас же нет монополии. Проблема интеграции, она возникает не только в рамках философии, но и на непосредственно стыке конкретной научной дисциплины и философии этой науки. И тут не совсем... Их не всегда можно разделить. Ну да, но они возникают именно потому, что там философская составляющая есть. Уберите философскую составляющую, как вот из философии права тут убрали. Не будет никакой проблемы интеграции. И у меня подозрение... Не в этом, а в том, что у нас со всеми науками... В любой науке есть философская составляющая. В какой-то момент она начинает играть ведущую роль. Когда мы хотим выбрать между этой наукой и какой-то другой наукой, например. Ну и когда мы хотим выбрать между теорией... В каких науках возникает... Но наука же это теория. Значит, у нас со всеми науками возникает проблема интеграции. У нас со всеми науками получается все плохо. У меня было подозрение, что все еще хуже обстоит. То есть в любой науке интеграция происходит всегда некоторым безобразным с точки зрения философской последовательности образом. Вовсе не наиболее попростым, вовсе не наиболее красивым, а каким-то достаточно кривым, эклектичным и тому подобное. Ну да, наверное, это все происходит из-за того, что человек начинает заниматься познанием какой-то предметной области тогда, когда у него уже есть какая-то сформировавшаяся донаучным образом антология. И, как правило, до того, как он столкнется с какими-то большими проблемами, он эту антологию не меняет. А даже если он и столкнется с какими-то большими проблемами, он все равно предпочитает менять ее только фрагментарно, а в сущности сохранять. Тут, наверное, ну... Какая-то контингентный способ обоснования, в смысле, это когерентистский способ обоснования работает, или как... Ну, в общем, вот такая ситуация, как я описала с философией и права, она же в реальности не возникает никогда. Вика, скажи, а что ты считаешь наукой? Вот металлургия — это наука? Я ничего про металлургию не знаю, ничего не могу сказать. Но ты же как-то употребляла сейчас слово наука, говоря, что с ними со всеми все плохо. Я и пытаюсь понять, а где все плохо-то? Везде все плохо. Да, ну даже если все... Если все плохо, у нас должны быть идеалы. Они у нас даже есть, и даже есть в конкретных науках. Вот в одной книжке, которую написали два достаточно крупных математика современных, я сейчас не вспомню, как у них фамилии, но если кому-то надо, могу это посмотреть. Они описали идеального математика. Вот, и там этот идеальный математик, один из, ну, скажем так, практически единственный персонаж этой книги, это не художественных произведений, это по философии математики скорее работа, которую именно математики и написали. Вот, они там описали такого идеального математика, который представляет собой как бы абстракцию тех убеждений, которых фактически математики придерживаются. Ну, большинство математиков придерживают. То есть они взяли самые распространенные убеждения современных математиков, и вот это вот идеальный математик. Вот, то есть там идеальный математик, он говорит, что вот числа, они существуют на самом деле. А как его начинают прижимать, он сразу говорит, да нет, это на самом деле значки простые, они ничего не значат. Вот так вот. Какой же он идеальный? Ну, он идеальный в смысле того, что он сначала считает самое распространенное мнение, а как только он с проблемой интеграции сталкивается, ну, там она, конечно, не так называется, вот, он вынужден как-то пересматривать, он берет следующий вариант решения. То есть идеальный математик не занимается философией в принципе? Да, конечно, ему философия нафиг не нужна, как и любому другому ученому. Это стихийно все происходит. Ну, не то, что совсем не занимается философией, начинает заниматься случайно, когда с этим сталкивается, наверное. Нет, ну, если бы он занялся философией в тот момент, когда столкнулся с проблемой, он бы не стал говорить, что это просто значки, а сел бы и начал думать, как же вот так, что с одной стороны мне нужно говорить, что числа существуют, а с другой стороны мне нужно говорить, что это просто значки, ничего за ними нет. Ну, то есть занятие философией – это серьезное отношение к философской проблеме, если она встает. А если мы к ней серьезно не относимся, а просто избегаем ее то одним способом, то другим, то это значит, что мы философией не занимаемся. Так ученому и не надо заниматься философией. У него целая куча своих конкретных проблем, которые надо решать. Иногда ученому приходится заниматься философией, и он действует идеально, и ученый всегда как оппортунист. Это для Ленина важно, что первично, что вторично. А для тех, кого Ленин ругал, для Маха, Венариуса и прочих, необходима какая-то более гибкая позиция. И они готовы игнорировать те требования, которые предъявлял ко всем философам Ленин. Примерно так. Не знаю. По-моему, идеальный математик это Срениваса Романуджан, которого Лев мне подсказал, который математические истины генерировал через молитвы и сны. Ну нет. Об этом случае хорошо написано ухо-ухо-штабтора. Это как раз недоучившийся математик. Он бы мог сделать гораздо больше, если бы он был более стандартным. Нет, но с точки зрения проблемы интеграции, кстати говоря, вот именно в этом случае ситуация какая-то более хорошая, чем обычно, потому что он действительно мог стоять на платонистских позициях и, ну, как-то не противоречить сам себе, потому что он познавал эти объекты именно так, как и следовало бы познавать платонистские объекты. Ну да. Да, но он был плохим математиком в смысле того, что он не мог сообщить это обоснование никому, потому что доказательства не умеют строить. Доказательства – это же в том числе средства коммуникации между математиками. Ну, то есть он мог бы быть хорошим математиком в рамках какой-то своей математики, а в рамках нашей математики он был плохим. Ну, это неправильно. Математика, она во всех возможных мирах одна и та же математика. Могут быть построены какие-то альтернативные, допустим, наши теории, наши арифметики, арифметики, да. Но в любом возможном мире живут арифметики, которые поймут нашу арифметику и должны знать нашу арифметику, но не факт, что они имеют какую-то альтернативную, которая возможна. Нет, я имею в виду, что наша математика основана на правилах и доказательствах. И если представить себе, скажем, какое-то сообщество людей, которые приходят к тем же самым математическим истинам, но другим путем, ну, там, с помощью той же самой молитвы, например, предположим, что у них получается как-то так молиться, что они приходят к одним и тем же результатам все, и эти результаты те же самые, к которым мы приходим посредством нашего доказательства. То есть с одной стороны у них математика эквивалентная нашей, а с другой стороны совершенно другая. И вот в такой математике платонистская антология не создает никаких проблем с интеграцией. Ну, здесь просто надо поделить, опять же, на метафизику и эпистемологию. То есть можно сказать, что математика в смысле ее положения и метафизики и так далее, она у нас эквивалентна, но для нас их обоснования не будут иметь никакого смысла, потому что в рамках нашей математики у нас, ну, опять же, возвращаясь, знание как истинное обоснованное убеждение, обоснование — это всегда доказательство, причем полное и формальное доказательство. Точно так же, вот, допустим, какой-то человек, ну, давай, не знаю, там, предположим, что он берет, выливает на себя ведро воды и генерирует какое-то математическое утверждение после этого. И предположим, каким-то случайным образом он генерирует чаще истинные утверждения, чем ложные. Что, мы будем, что ли, говорить, что он знает эти самые математические утверждения? Наверное, нет, потому что у него, он не может построить формальные доказательства для этого. Да, и с Роману Джоном сложность-то в том, что он, конечно, много всяческих гениальных прозрений записал, но некоторые из них оказались ошибочными. Да, это тоже такой моментик. Просто точно так же, ну, например, очевидный факт, что, по-моему, судоходство в Атлантическом океане, количество судов, которые ходят там, зависит, ну, как не зависит напрямую, а как-то связано с миграцией птиц в Австралии. Ну, так еще мы будем говорить, что ли, что это связанные напрямую вещи? Наверное, нет, потому что это корреляция просто из-за времени года, из-за циклов разных вот этих. Поэтому нам нужно все-таки какую-то конкретную связь показывать. И формальное доказательство в рамках математики — это единственный конкретный, единственный конкретный способ показывать, что именно вот это вот утверждение истинным и является. То есть других у нас пока нет из того, что я, во всяком случае, знаю. Ну, с компьютерным доказательством совсем все сложно. Вот. Ну, тут это отдельная тема. Короче, возвращаясь к тому, что ты, Аня, говорила насчет того, что положение математики эквивалентное, но у них вот такой вот способ. Мне кажется, что на самом деле нам все-таки будет тяжело признать, что их математика такая же, как у нас, потому что эпистемология математики у них будет совершенно другая. Не уверен я, что мы... Мне кажется, что у нас даже метафизика математики разная. Ну, вот тоже как-то так, мне кажется. То есть они там предполагают, что есть платонистские объекты, да, и они с помощью молитвы, например, эти объекты познают. Ну, познают истинные об этих объектах. А мы считаем, что для нас главное — это доказательство, и поэтому если вот мы смогли построить доказательство, значит, мы узнали истину. в итоге мы тогда не можем сказать, что это какой-то платонистский объект. Ну, если мы последовательны. А потом доказывает, что молитва — это есть доказательство. Ну, нельзя такое тождество ставить между нашими формальными доказательствами и их, потому что я вот как раз, Лев, хотел тебя спросить. Это не совсем напрямую связано, но в итоге с нашей темой оно оказалось связано. Эти формальные доказательства — это же тоже математические объекты, когда они закончены. Ну да, тоже объекты. Вот. Получается, что для всякого, если мы принимаем платонизм, для всякой математической истины существует дополнительный платонистский объект, который тоже надо знать. То есть у нас как минимум удвоение всего платонистского мира происходит. Там есть гораздо более интересные даже следствия. Более интересные следствия. Во-первых, доказательств одного и того же положения может быть много. А во-вторых, например, Гильберт в Черновике для своего знаменитого выступления на конгрессе математическом, где он свои проблемы в математике формулирует, он там писал, что существует для всякого положения существует только одно самое простое и самое понятное доказательство. То есть, оказывается, еще сравнивать их можно. И среди них можно выделить одно, которое одновременно является и самым простым, и самым понятным. Ну, с точки зрения Гильберга, конечно. Ну, вот, когда уже настолько далеко платонизм распространяется, он становится уже совсем каким-то контринтуитивным. Вот я, как человек далекий от математики, я оцениваю как достаточно естественный, скажем так, и может быть с какой-то точки зрения правдоподобный платонизм относительно математических объектов, в смысле математических сущностей, чисел там и так далее. А когда речь идет о доказательствах, то, ну, в первую очередь очевидно, что доказательства, которые являются просто последовательностью формул, выстроенных в определенном порядке, то есть сами формулы могут быть платоническими объектами, но порядок, в котором они выстроены, определенно делается руками. То есть он исходит, во-первых, из того, что нам нужно доказать, а во-вторых, ну, там, какие-то когнитивные особенности могут влиять, потому что до каких-то... Ну, в общем, одним агентом одни ходы в доказательстве кажутся более простыми, другим более сложными, и в зависимости от этого структура доказательства у этих агентов может быть разной. Вот. И... кажется неочевидным, почему из платонизма относительно чисел должен следовать обязательно платонизм относительно доказательств. Продолжение следует... Как-то мы совсем ушли от проблемы интеграции. Наверное, это означает, что пока что вопросы интеграции у нас исчерпаны. Или еще у кого будут какие-то замечания про это? Потому что так-то, да, про FF математики можно очень долго говорить и нужно. Ну, если говорить о доказательствах, допустим, взял я листок бумаги, написал на нем доказательства того, что количество простых чисел бесконечно. А потом этот листок бумаги случайно потерялся. Что с доказательством-то случилось? Ну, в смысле, он потерялся, не знаю, и все, и пропал куда-то совсем. Разложился или сгорел. Нет, ну, даже если доказательство не является платоническим объектом, все равно можно рассматривать его не как какой-то конкретный листок бумаги с конкретными записями, а, например, как информацию, которая может быть альтернативным образом реализована. И тогда с доказательством ничего не произойдет при потере или сгорании листка. А информация, это платонический объект? Вот это хороший вопрос, я не знаю. Ну, тут, к сожалению, это все равно платоническая интерпретация получается, как мне кажется, потому что, ну, как бы уничтожили полностью, предположим, для всего человечества все физическое воплощение доказательств, доказательства какого-то. Если ты говоришь, что оно все еще существует, значит, оно все еще существует, значит, оно существует не в физическом смысле, а у нас все-таки стандартное деление на физическое и абстрактное присутствие. Нет, ну, для начала абстрактный объект не обязательно равно платоническому объекту. Если я из каких-то физических объектов абстрагирую известным мне образом, значит, какие-то информационные объекты, ну, или другие абстрактные объекты, это не значит, что я, ну, обязательно получаю доступ к какому-то вот платоническому миру. Ну, смотри, с точки зрения платонизма, значит, тут не надо просто... Я понимаю, что слово платонизм, к сожалению, тащит левые коннотации. Это даже не совсем про мир какой-то там отдельный, идеальный или еще что-то, а просто про то, что у нас есть некоторые сущности, которые не включены в каузальные связи с физическими. Без проблем, да, но почему мы должны считать такими сущностями все, что мы не можем потрогать, сжечь и так далее? Ну, а что это, если... Ну, то есть, если мы платонизм приняли, то что это тогда? Ну, обязательно принимать платонизм сразу относительно всего? Мне кажется, нет. И плюс еще, вот ты говорил, что исчезнут все физические носители, но ведь мозги людей тоже являются физическими носителями доказательств некоторых. Ну, да. Ну, так надо уничтожить людей. И значит, придется уничтожить и людей тоже. Безусловно. Ну, всех, кто знает. Можно же проще. Ну, вот в этом смысле уже, да, посложнее ответить на вопрос, что с доказательствами. Как, Лев, проще. Ну, как, вот вы приходите в библиотеку... Не-не-не, вы приходите в библиотеку, берете там книжку очень старую, открываете на какой-то странице, там написано формулировка великой проблемы фирма, и затем фирма, почерком фирма написано доказательство этого факта настолько прекрасно, но поля слишком большие, я не могу его сюда записать. И что делать? Ну, вот люди маялись, маялись и, наконец, доказали. Но, скорее всего, не тем способом, которым фирма это сделала. Даже не, скорее всего, а точно не тем, потому что там слишком продвинутая математика, которой во времена фирма еще не было. Может быть, существует вот это вот доказательство, которое действительно фирма получила. Может быть, когда-нибудь мы сможем даже его обнаружить. Вряд ли, правда, мы узнаем, что это именно оно, но просто оно будет достаточно простым. проще, чем то, которое сейчас есть. Ну, в общем, проблема интеграции очень живительная, я бы так сказал. Да, мне больше всего не нравится, что она для всего. Почти. Да не почти, а в принципе для всего. Во всяком случае в философии. Ну, да, да. Я к тому, что везде, где мы какую-то метафизику делать, начинаем в дескриптивном смысле даже вот в этом, она сразу же вылезает. Да, не делать метафизику, к сожалению, никак не получается. Просите гигельянцев, как у них там с интеграцией. Метафизика-то у них есть. Так у них и эпистемология должна быть. Куда же без этого. А можно даже предположить, что у них логика есть. Ну, да. Предположить. Они, по крайней мере, претендуют на это. Ну, да, у них есть что-то, что они называют логикой, но распознать в ней логику непросто. Чтобы распознать в ней логику, надо быть очень крутым математиком. Ну, да. Всем спасибо за обсуждение. Да, спасибо. Сегодня было весело. Спасибо. До свидания. Да, всем до свидания.